всем доброго дня сегодня у нас необычная тема необычная в принципе со всех сторон но актуальность ее подошла связи с тем что когда-то я разработал посох энергетический который требует определенного подхода и как оказалось он воздействует на биоэнергию живых организмов и которые надо как-то диагностировать и контролировать каких-либо других датчиков похожих на те которые я показывал из своих разработок и в принципе всякие лампочки индикаторы катушки которые показывают наличие каких-то энергетических излучений биоэнергию в общем-то поймать сложно но есть вариант которым пользуется с очень древних старинных времен это так называемые рамки еще применяют маятники но маятник более капризная вещь и требует несколько другого подхода я лично свое время после того как закончил высшую школу парапсихология все-таки выбрал из двух именно рамку маятник мне как-то не подошел принципе для чего служит этот индикатор или просто рамка при помощи нее если самому настроиться настроить ее вполне реально можно контролировать и видеть оболочку любых живых существ ну ближе нам конечно человеком так как я я тут не буду конечно рассказывать про энергетику человека это совершенно другая тема для разговора и очень обширная пока мы говорим как есть я пользуюсь этим почти 30 лет с 92 года и сказать что это все как-то там непонятно что это почему то я сразу отметаю так как я диагностировал вот именно вот этой рамкой тысячи людей замеров сделал десятки тысяч даже не поддается это подсчету я только за последние полгода вот связи с посохом сделал столько замеров тысяч даже уже давно перестал считать и сотни людей через меня прошли течение этих полулет поэтому говорить о том что это как-то непонятно что я не советую я сам профессиональный электронщик что электронику и что такое механику их прекрасно все знаю тем не менее занимаюсь почти 30 лет парапсихологии и диагностировал очень много людей поэтому еще раз повторяю никакого нет смысла сейчас спорить нам или мне доказывать о том что это существует или не существует тем более что тех кто в это не верит или не понимает что есть такие энергии которые можно и нужно диагностировать пускай идут лесом мы здесь будем говорить о другом так вот рамка ее можно изготовить фактически из подручного материала я вот почти как 30 лет назад взял обычную вязальную спицу что у меня было под руками просто согнул ее это металлическая спица всего диаметр 2 миллиметра но разница не имеет значения что миллиметра что 2 что 3 4 5 миллиметров спицы есть алюминиевые но лучше всего конечно вот такая она не массивная достаточно легкая гнется хорошо и в то же время держит форму что тоже важно например алюминий он надо чтобы была толстая уже не имеет значения толстая или тонкая но так удобно дальше вот много можно встретить в интернете я вот посмотрел и вообще в принципе всяких разных вариантов рамок сразу говорю отметайте все рамки если вы чисто для диагностики это хотите использовать и непосредственно вот как для посоха проверки его энергетических способностей все вот эти рамки мудреные со всякими спиралями специальными камнями которые ставят кристаллами там еще какие-то противовесы применяют какие-то материалы хитрые заковаривают это все отметаете сразу рамка должна быть вот такая именно под прямым углом соотношение ровно один к двум то есть например здесь 10 сантиметров значит здесь должно быть 20 здесь 20 значит 40 естественно много вот можно посмотреть тут разлинея на все к это какая была спица я ее просто померил один к двум и согнул как надо все вот это у нас становится ручкой а вот это самим индикатором то есть как стрелочном приборе и вот это у нас стрелка почему у меня например стоит здесь шарик я его как поставил с первого раза так он не стоит я его даже не снимал надо обязательно вот посмотреть в самой рамке вот здесь вот может быть острое даже желательно острое потому что она лучше двигается то есть ось тонкая и она более чувствительной становится куша если будет плоскость соответственно будет площадь соприкосновения больше здесь же надо обязательно стачивать здесь должна быть плоскость и шарик одевается для чего он когда вы диагностируете живые организмы тем более человека его защитную оболочку вы своей мыслью или неопытностью можете если это будет острый край и без вы можете повредить оболочку то есть у человеческого существа будем так говорить или какого-то живого другого существа находится какой-то биоэнергетические пузырь то что он там в каком состоянии это другой разговор но факт то что когда вот этот пузырь вокруг находится и вы острым краем задеваете если у вас не совсем правильно настроена само сознание и к тому же вы к человеку этому какой-то есть негатив человек ну и так далее в общем отрицательные какие-то эмоции вы волей-неволей можете ему повредить эту оболочку порезать поэтому обязательно должен быть здесь спиленная и обязательно одевать вот такой наконечник тогда получается что двигаясь по оболочке вы ее практически не повреждаете ну для того чтобы повредить надо очень негативные мысли для этого это опять же отдельная тема для разговора как это все настраиваться и вот у нас получается вот такой вот индикатор это ось вокруг которой вращается этот индикатор но опять же нюанс вот это вот ось которые обычно вот ну можно взять конечно даже вот как лозоходцы древние так и назвали их лозоходцами да когда-то когда искали какие-то зоны воду и так далее вот они просто брали в руки какой-нибудь г-образный деревянный предмет и с ним ходили то есть просто брали лозу такую согнутую и ходили с ней недостаток этого но это конечно были очень опытные и очень сильные по биоэнергетике люди мы же считаем что у нас не очень то с этим то есть мы все начинающие я то конечно нет но тем которые я это показываю это начинающие поэтому из-за того что вы берете в руки вот так вот во первых вы тормозите очень сильно во вторых из-за того как вы держите у вас осуществляется наклон то есть неустойчивость неустойчивое состояние и еще одна причина естественно вы потеете руки потные это все осаждается вот здесь а никакого биоматериала на этом металле быть не должно смазывать не на нельзя ни в коем случае не машинным маслом не тем более каким-то животным там маслом или еще чем нельзя ни в коем случае ничего смазывать наоборот надо протереть спиртом насухом то же самое здесь поэтому для того чтобы вот таких казусов не было и она не мешала работе и не вносила свою погрешность желательно брать такую ручку я тоже как вот взялась что под руку попалась это вот с капиллярных ручек шариковых сами знаете то есть снял отсюда обрезал наконечник чернила естественно оттуда уже давным-давно вышли естественно его промыл здесь можно это все вот отсоединить промыть очистить опять соединить значит вот такая ручка может быть деревянный может быть пластиковые ни в коем случае не металлической то есть деревянные она может быть например из дуба береза ну на крайний случай сосна по некоторым причинам естественно осину брать не надо ну или какие-то там экзотические но орех наверно подойдет если хотите что-то красивое сделать но факт то что не должно быть нигде металла никакого то есть она должна быть чисто сделано из дерева может быть там набрано как-то секциями там двух частей состоять там склеена но опять же склеем надо смотреть какой клей только не животные ни в коем случае а синтетический но лучше всего подходит вот это во первых оно не сильно загружает руку в то же время держит хорошо вот эту ось и достаточно скользкая внутри то есть чувствительность соблюдается соответственно как мы ее уже держим уже пальцы не влияют никак вот это соотношение пальцев как мы там вот так взялили так взяли не имеет значения главное чтобы мы держали рамку ровно именно надо научиться в первую очередь ее держать так чтобы она у вас вот когда вы находитесь просто подвешенном состоянии у вас рука вы когда диагностируете вы рукой не опирайтесь ни во что а именно двигаетесь без опоры поэтому надо научиться держать так чтобы у вас не дрожали руки и не перемещались то есть вот как рамка вот вот у вас стоит она должна быть строго перпендикулярно вашего тела то есть вот ваше тело и соответственно рамка должна быть строго перпендикулярно вот этому надо научиться причем когда вы его двигаете рукой вот так вот вот ходите вот так вперед назад влево вправо у вас рамка должна держаться именно в таком состоянии то есть не потому что вы ее вот так вот двигаете туда-сюда вот а именно она должна строго стоять вот таким образом это надо научиться то есть даже вот когда вы двигаете туда-сюда ведь она вас должна стоять абсолютно одинаково с минимальной погрешности то же самое вперед то есть если вы будете сильно мотать этим всем и не контролировать сам процесс то она у вас будет болтаться куда угодно соответственно вы не получаете желаемого результата значит когда вы делаете рамку ну больше всего конечно подходит спицам и по размеру по толщине и по всему остальному желательно купить новое если у вас там нету прутка какого-то металлического такого два-три миллиметра вот желательно спицы купить новые и обязательно их прокалить то есть вот эта вот рамочка у меня тоже когда-то на газовой плите я ее полностью прокаливал чтобы снять полностью всю информацию с ее поверхности то есть любой металл особенно золото вот если кто в курсе я уж не говорю про другие материалы она держит в себе определенную информацию это как в обычных энергиях ну например если это металл который может с магнитами взаимодействовать то он магнитные свойства какие-то приобретает если какая-то у него структура соответственно от воздействия он тоже какие-то примеси в биоэнергетики что-то вроде похожее как и в магнит то есть он притягивает на себя информацию и эта информация может на нем закрепиться она может мешать и тем более нельзя использовать спицы которые например там ваша бабушка там или мама или кто там не знаю из родственников использовал по прямому назначению точнее можно использовать но обязательно надо прокалить то есть нейтрализовать чтобы она стала нейтральная и эту рамку надо приучить вот как вы ее берете вы ее прочистили чтобы ничего на ней не осталось и после этого она никогда не должна попадать никому другому в руки ни в коем случае то есть в руки брать можете только вы и вот тогда вы с когда сольетесь биологической активности вот тогда она будет правильно работать иначе если вы будете пренебрежительно относиться к рамке настраивайте его лишь бы настроить опять же с не какими-то негативными мыслями ни в коем случае да не берите рамку если у вас какие-то проблемы там на работе с родственниками вы на кого-то разозлились ли еще особенно если вы когда диагностируете человека и вы к нему какие-то негативные свойства проявляете ни в коем случае этим не занимайтесь иначе вы и ему проблемно делаете и себе вот поэтому делайте сперва такую рамку строго один двум именно вот по краям вот этот край и вот этот край должен быть один двум одевайте сюда здесь это может быть и дерево и пластик только не металл опять же здесь тоже не металл а только должно быть или дерево или пластик никаких жиров никаких смазок все до работы должно чистым и вот после этого вы можете приступать к пробам как я вам уже сказал во первых надо научиться балансировать так чтобы она сама по себе не жила а то есть была привязана именно к вам соответственно и потом тренируйтесь уже на геопатогенных зонах наше предназначение этой рамки для проверки как самого посоха так и последствий после него лечебных вы соответственно тренируйтесь на этом посохе вот как это делать я вам сейчас покажу я специально поставил тут приспособил хотел свой новый но не помещается тут у него слишком большой радиус действия даже на обычном генераторе этого поменьше поэтому вот показываю вот сейчас сейчас но вот смотрим выключен и вот я вам показываю рамкой как вот она прямо у нас стоит настраиваем ее прямо сами настраиваемся на благодушное состояние нейтральное и вот я ее подвожу эти реакции никакой теперь я включаю этот посох ну и видите вот она загорается теперь смотрим вот я подвожу и видите вот она индикатор у нас отклоняется то есть наша рамка но расстояние где-то здесь 45 50 сантиметров еще раз видите я ровно подвожу вот у меня ровно и в каком-то месте она вдруг начинает отклоняться я руку держу как держал то есть это не я ее наклоняю это она сама отклоняется но чтобы вот так научиться делать надо потратить не один месяц проб и ошибок и тренировок малейшее что-то не так неправильно делаете и у вас выйдет не то вот видите вот внимательно можете смотреть на мою руку я ею никак не двигаю не шевелю то есть рамка отклоняется сама вот на этом расстоянии так выключаем то же самое можете делать с геопатогенными зонами то есть все наверно знают ни для кого это уже давно не секрет что наша поверхность например но вот как мы живем там в квартире там доме и так далее и вообще везде вот поверхность вот распределена вот такими сетками энергетическими но это не скажу что-то электромагнитные или магнитные или какие-то еще там есть так называемая энергетическая сетка земли обычно в среднем эта сетка вот как здесь например сеточки шаг у него где-то от полутора до двух с половиной метров сильно зависит от того места где мы находимся причем она может отклоняться прямо вот буквально 10 метров прошли там было два метра прошли 10 метров там полтора метра еще там 23 метров прошли там уже три метра но обычно от полутора до двух с половиной метров в среднем вот эта сетка расположена причем она обычно расположена северо-юг запад-восток вот то есть по полюсам земли но это я же говорю что это не магнитные дела это другие причем она может тоже искажено быть в зависимости от зон вот поэтому за этим надо и смотреть и вот именно в этих точках пересечения возникают геопатогенные узлы которые влияют на наш организм и находясь вот в этих местах долгое время если они конечно сильные и негативные то человек может получить очень большие проблемы по этому поводу если положительные но тоже но опять же и положительные отрицательные когда очень много это тоже не всегда хорошо и полезно то есть все должно быть оптимально когда мы двигаемся мы пересекаем постоянно эти зоны и это все смешивается перемешивается нейтрализуется но именно длительное вот это вот состояние нахождение на этих зонах я вот сколько раз проводил диагностики в квартирах в домах несколько просили даю себя естественно я все зоны знаю как как у меня расположены и кровать у меня и рабочее место все эти все так меня стоит на таких местах что где человек долго сидит или лежит то именно на этих местах меньше всего надо находиться поэтому их надо знать по геопатогенным зонам могу привести свежий пример вот как соседкой то что я делал как-то выпуск которая сейчас бодренькая шустренькая вот с астмой вообще проблем никаких нету но я уже говорил вроде об этом с полипами то что я делали операцию конечно сложная операция была и очень сложно лечилась но сейчас более менее нормально но дело не в этом сейчас дело в том что я в процессе когда вот уже после того как и сам уже пришел в себя после тех проблем которые тоже озвучивал я к ней пришел и тоже провел диагностику и и помещение обнаружилось что на том месте где она спит именно в месте где вот находится голова и грудь как раз проходила вот это геопатогенная зона то есть . причем довольно сильная отрицательная вот поэтому у него в основном были проблемы с дыхательными путями и с горлом соответственно с носом и астмы и все остальное это вот полипы это одна из причин почему с ней такие были проблемы и очень плохо с ней было все вот я и рекомендовал вместить кровать другую сторону по-другому ложиться спать и вот эту зону она сейчас обходит стороной мне тоже еще много примеров по этому поводу тоже когда я проводил диагностику людей там по домам по квартирам и тоже оказывалось что были проблемы соответствующие и эти проблемы совпадали с их ними проблемами по организму то есть по болезням так что это надо конечно обязательно смотреть и проверять но это будет отдельный разговор по гепатогенам не сейчас сейчас мы пока говорим про рамку так вот насчет рамки то что когда мы стать собираемся использовать именно рамку для диагностики пока мы только ее для диагностики используем и самую в диагностику пока проводим вот я вам сразу говорю что до следующего раза как я сделаю выпуск по этой рамке то пока ни в коем случае если будете тренироваться вот то что я вам рассказал ни в коем случае не тренироваться на людях вам хватает вот на посохе тренировка и можете им на эти зоны смотреть значит что первую очередь для рамки надо то есть когда вы немножко научитесь ею пользоваться балансировать чтобы она стояла во строго прямо и не смещалась в процессе вашего движения вы еще должны в подсознании себе программировать и соответственно переносить это на рамку именно то что вы собираетесь делать и что именно диагностировать если вы собираетесь диагностировать геопатогенные зоны то есть вот эту сетку то вы в подсознании должны это держать и должно быть у вас это четко и строго без всяких размытостей то есть неопределенности обязательно это все должно быть четко именно подсознание запрограммировать что вы смотрите зоны и уже тогда вы их ищите пытаетесь найти вот определить ваши точки в следующий раз я расскажу как на этих точках смотреть дальше энергетику и все остальное пока не сейчас главное что вы это должны себе осознавать что вы делаете если вы например проверяете биоэнергетику посоха значит вы должны себе забить в подсознание что именно это проверяете ну и так далее то что вы хотите то должно быть подсознание иначе у вас будет неопределенность и ваше подсознание соответственно вот это вот индикатор рамка она вам будет показывать не то что вы хотите на самом деле то есть будут сложные результаты и потом будете мучиться почему так а почему и так а результат именно из-за того будет от того насколько вы четко себе будете осознавать что именно вы собираетесь делать и еще одно когда вы что-то замеряете надо перед тем как вы делаете и после того обязательно сбрасывать делать сброс как это делается просто вы п 꿈а второй рукой если у вас правое правой левое левой делайте вот так просто делаете движение такое что вы как бы сбрасываете то есть у вас в�с и здесь что то там какая-то грязь или что то какая-то оболочка и вот вам ее просто сбрасываете это можно представить себе когда вы уже продвинетесь дальше это можно представлять себе просто образ можно даже так не делать механически в первых случаях вот когда сейчас вы только начинаете это делать надо делать так вот обязательно потом уже это можно будет образно делать вы сбрасываете это все потому что когда вы замеряете какую-то то ли оболочку то ли что-то ищете вы входя в эту энергию какую-то зону энергии рамка берет на себя часть этой энергии и когда вы начинаете дальше что-то диагностировать вот эта часть энергии оседает на ней и соответственно уже идут искажение информации соответственно надо эту информацию лишнюю сбрасывать и по новой опять уже смотрите дальше опять сбросили посмотрели сбросили посмотрели вот такая система но теперь я постараюсь вам немножко показать как можно управлять этой рамкой надо сейчас ночь так днем мне не удалось полностью до конца этот ролик доделать помешали вот я вам постараюсь показать как можно и управлять когда вы уже чему-то научитесь вот во первых можете посмотреть вот так как я вам говорил уже что надо научиться держать ее строго чтобы она держалась и как можно меньше сама по себе двигалась если когда вы сбалансируетесь она вас так будет все время стоять если конечно вы начнете двигать вот я например вот сейчас повернул влево оно пошло влево вот видите буквально повернул вправо оно пошло вправо но это видно вот посмотрите видите я двигаю чтобы вот не рамку начать принудительно двигать вот видите у меня рука двигается тоже сейчас устанавливаем его сейчас другую сторону и видите она двигается рука то есть это делается все осознанно и механически но теперь вот это конечно на весу и она может не совсем заметно эти микро колебания но опять же даже если чуть-чуть вот двину рукой она буквально чуть-чуть и сдвинется но все но это видно но я например поставлю вот так то есть я опираю вот эту вот рамку то есть чтоб видно было что я ничего специально рукой механически не делаю и вот теперь смотрите вот рамка стоит строго перпендикулярно по отношению ко мне и вот я теперь постараюсь ее сдвинуть с места вот эти движения уже биоэнергетикой двигаются то есть я двигаю эту рамку вот у меня рука стоит на месте но я именно двигаю рамку при помощи биоэнергии пробуем назад смотрите внимательно рука у меня на месте абсолютно но рамка двигается по моему желанию вот так конечно натренироваться не очень просто это надо месяца потратить смотрите внимательно рука стоит я ею не двигаю то есть не думайте что я какие-то фокусы вам показывают что-то у меня там под столом спрятана хотя конечно профессиональный электрончик могу что угодно тут сотворить нет я все делаю по честному и опять же но это уже на будущее вот это вот движение это тоже на будущее в общем понятно управлять рамкой можно и научиться этому конечно и кое кто наверное сможет это почти сразу это уже сильно зависит от возможности начальных человека кто за это берется но в принципе вот возможно управлять рамкой и пользоваться диагностикой может каждый но как всегда вот как те же спортсмены один спорт легко дается другим тяжелее но все равно как ни странно иногда тем которые тяжелее к лучшим результатом приходит чем тем которым и было легко это все так что до следующего раза я вас очень попрошу пока на людях диагностикой не заниматься только или посох или геопатогенные зоны пока тренируйтесь учитесь делайте рамки как я уже объяснил а уже дальше я буду вас потихоньку обучать следующим этапом но имейте ввиду что это вообще очень все опасно если вы выбираете этот путь по биоэнергетике то в принципе это что-то похожее на работу минера может немножко легче но последствия тоже бывают не очень хорошие малейшее неправильное ваше действие может привести к не очень хорошим результатом поэтому отдавайте себе отчет в этом надо иметь трезвую голову надо иметь трезвые спокойные мысли и уметь себя контролировать если вы чувствуете что у вас проблемы с психикой и у вас есть какая-то жажда к чему-то то есть у вас там хочется денег вам хочется власти вам хочется над кем-то надвисать кого-то гнобить ни в коем случае этим не занимаетесь иначе вы и себя погубите и других имейте ввиду все пока на сегодня до свидания здоровья вам и до скорых встреч